Ребятки, проходим по одному, полтора метра дистанция. Четвертая группа? Да, да. Проходим по одному. Экзамен по русскому языку стал вторым в этом году. 6 и 7 июля выпускники должны за 3,5 часа выполнить 27 заданий. Но прежде чем зайти в аудиторию, маска, перчатки, измерение температуры. В случае, если термометр покажет цифру выше 37 градусов, ученика не допускают до экзамена. Сбить температуру нужно до 24 и 25 июля. Это специальные резервные дни. Естественно, на входе измерять температуру у каждого, не только у ребенка, и любого организатора, человека, кто заходит, кто имеет право находиться в пункте проведения, составляется актом нештатной ситуации повышения температуры. Такой ребенок или такой организатор, человек, естественно, не допускается в ППР. Сегодня в России проходит самый массовый единый экзамен по русскому языку. Его должны сдать более 600 тысяч человек. В ульяновских школах почти все готово. Школьники рассаживаются по аудиториям, включаются камеры видеонаблюдения. Классы и аудитории перед каждым экзаменом убирают с дезинфицирующими средствами. Выпускников рассаживают зигзагом на расстоянии полтора метра. К дополнительным мерам безопасности школьники относятся с пониманием. Несмотря ни на что, выпускники на позитиве. После затяжного ожидания, наконец-то, можно сдать экзамены. Я сегодня сдаю русский язык. Готовлюсь я к нему с 10 класса. Ну, то, что экзамены перенесли, есть плюсы, есть минусы. То, что у учеников больше времени подготовиться к нему есть. Ты воспользовалась этим? Да, воспользовалась. Да, воспользовалась. Но волнение все равно есть. Результаты по русскому языку будут известны 20 или 23 июля. Рособранадзор обещает, что баллы по всем предметам выставят до 15 августа. После чего вузы проведут отборы, выпустят приказы о зачислении. Минимальный проходной порог в университеты – 36 баллов. Маргарита Мутишинская, Юрий Давыдов, репортер «73». Продолжение следует...